Естественно, как и предполагалось, досочки не хватит, поэтому они выйдут за границей этой доски. Но посмотрим, кто это все равно сделает лучше. Остается у нас 25 секунд. На площадке летнего кафе – настоящий поединок. Посетители парка «Дружба народов» показывают свое кулинарное мастерство. Наталья Касьянова виртуозно раскатывает тесто. Это своеобразная тренировка, рассказывает женщина. Сегодня день пирогов. Мы попробовали лепешки, участвовали в конкурсах. Сейчас хочу попробовать приготовить осетинский пирог. О том, как изготовить вкусную выпечку, знает Лариса Базаева. Для приготовления теста понадобятся вода, дрожжи, сахар, соль и мука. Ингредиенты хорошо вымешиваются. Правильное тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам. Готовый продукт следует накрыть тканью и дать ему настояться полчаса. Для приготовления начинки можно использовать сыр, картофель, капусту и даже свекольную ботву. Готовое тесто лучше разделить на три клубочка. Их нужно раскатать в лепешке. Сверху выложить начинку и аккуратно защипнуть тесто. Остается только разровнять пироги. Выпекать их лучше в дровяной печи. И быстро печется, и быстро тепло отдает. Если, скажем, русские печки, там дольше процесс идет, то эта печка быстрее прогревается. Газовая печь там все-таки газом, то, естественно, там удобнее, чем в этом. Но здесь вкуснее получаются пироги. Технология приготовления проста. Однако есть одно условие. Блюдо нужно готовить с чистой душой. Только тогда оно подарит истинное наслаждение. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.